Здравствуйте! Тема урока уравнения и неравенства очень обширная, поэтому сегодня мы с вами рассмотрим решения уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. Для этого вам нужно знать понятия равносильные уравнения и неравенства и методы решения уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. Эпиграфом к нашему уроку подходят слова античного афоризма Не знающие пусть научатся, а знающие вспомнят еще раз Давайте с вами вспомним, что же такое уравнение, что является решением уравнения и что значит решить уравнение Уравнением называется равенство двух алгебраических выражений В состав этих алгебраических выражений обычно входят переменные, которые называются неизвестными Значения неизвестных, при которых уравнение обращается в истинное равенство, называются решениями или корнями уравнения Решить уравнение – это значит найти все его корни или показать, что корней нет Два уравнения называются равносильными, если каждое решение первого уравнения является решением второго И наоборот, каждое решение второго является решением первого Равносильны и уравнения, которые не имеют корней Например, первая пара уравнений равносильны, потому что их корнями являются значения 1, 11 и 0 Других корней у них нет Вторая пара уравнений также равносильны Подумайте, почему Вы верно заметили, что они не имеют действительных корней И третья пара не являются равносильными Корнем первого уравнения является число 1, а корнями второго уравнения являются два числа 1 и минус 1 Если корень первого уравнения является решением второго уравнения, то корень второго уравнения минус 1 не является решением первого Поэтому эти уравнения не равносильны Мы получим уравнение равносильное данному, если к обеим частям уравнения прибавить один и тот же многочлен от х Также если обе части уравнения умножить или разделить на одно и то же отличное от нуля число И если выравнение какое-нибудь слагаемое перенести из одной части в другую, изменив его знак, то получится уравнение равносильное данному Процесс решения уравнения заключается в основном в замене данного уравнения другим, ему равносильным Основные приемы, применяемые при решении уравнения, таковы Первый. Замена одного выражения другим, тождественно ему равным Например, уравнение квадрат суммы х и единицы равен 2х плюс 5 Здесь можно заменить квадрат суммы трехчленом х в квадрате плюс 2х плюс 1 По формуле сокращенного умножения О переносе слагаемых мы уже с вами говорили А вот со следующим приемом умножения или деления обеих частей равенства на одно и то же выражение Нужно быть очень аккуратными Иначе вы можете либо потерять корень, либо получить посторонний корень Предлагаю решать уравнение, где возможно деление на одно и то же выражение, разложением на множители Возьмем тот же пример Произведение разности х и единицы и суммы х и 2 равно 4 умноженное на разность х и единицы Если мы с вами перенесем из правой части в левую выражение, приравняем к нулю Вынесем общий множитель х-1 за скобку Тогда получим произведение х-1 и х-2 Это произведение равно нулю, когда хотя бы один из множителей равен нулю Таким образом получаем два корня Х-1 или х-2 Также можно возводить обе части уравнения в одну и ту же степень Или извлекать из обеих частей корни одной и той же степени При этом тоже могут появиться посторонние корни Или можно потерять корни Поэтому уравнение, которое мы с вами получим Возможно будет неравносильное исходному Например, уравнение 2х плюс 6 имеет 1 корень х, равное 3 А если мы возведем обе части уравнения в квадрат То мы получим уже уравнение 4х в квадрате, равное 36 И оно имеет 2 корня В таких случаях необходимо проводить проверку Что же такое неравенство? Что является решением неравенства? И что значит решить неравенство? Пусть функции f от х и g от х заданы на некоторых числовых множествах х1 и х2 Неравенством с одной неизвестной называется отношение вида f от х меньше g от х Вместо знака «меньше» могут быть также знаки «больше», «меньше» либо равно, или «больше» либо равно Число а называется решением неравенства Если при подстановке его вместо переменной х получаем верное числовое неравенство f от а меньше, чем g от а Таким образом, решить неравенство – это означает найти все его решения или доказать, что их нет Совокупность всех решений неравенства называется множеством решений неравенства Два неравенства с одной переменной называются равносильными, если множество решений этих неравенств совпадают В частности, неравенства равносильны, если оба не имеют решений Рассмотрим правила получения равносильных неравенств Если функции f от х, g от х и h от х определены на множестве х то при прибавлении каждой части неравенства f от х больше, чем g от х функции h от х мы получим равносильное неравенство Обе части неравенства f от х больше g от х можно также умножить на h от х При этом нужно учесть, что если h от х больше 0 на множестве х то неравенство f от х умноженное на h от х будет больше, чем g от х умноженное на h от х будет равносильным исходному на этом множестве Если h от х от х отрицательно на множестве х то неравенство f от х больше g от х будет равносильным неравенству f от х умноженное на h от х меньше, чем g от х умноженное на h от х Обратите внимание, что мы поменяли знак неравенства при умножении на отрицательное h от х Правило третье Если f от х и g от х положительные на множестве х то можно обе части неравенства f от х больше g от х возвести в квадрат И тогда это преобразование считается равносильным И мы получим равносильное на этом множестве неравенство Это очень важно, чтобы f от х и g от х были положительными Иначе, если они будут отрицательными то вы получите неверное неравенство На примере отрицательных чисел можно рассмотреть следующее Если мы возьмем верное неравенство минус 2 больше, чем минус 5 и возведем обе части в квадрат то мы получим неверное неравенство что 4 больше 25 Итак, приступим к решению уравнений и неравенств содержащих переменную под знаком модуля Одного лишь определения модуля уже достаточно для решения уравнений и неравенств содержащих знак модуля Давайте вспомним что же называется модулем числа А Модуль числа А это и есть следующая величина Модуль А равно А, если А не отрицательна и минус А, если А отрицательна Из определения следует Первое. Модуль А величина не отрицательная Второе. Модуль А всегда больше либо равно А Квадрат модуля равен квадрату подмодульного выражения Модуль произведения равен произведению модулей Модуль дроби или модуль частного это и есть отношение модуля числителя к модулю знаменателя Модуль минус А равен А, если А не отрицательна и модуль минус А равен модулю А Размотрим решение уравнений неравенств типа Модуль равен числу или модуль сравнивается с числом Второе. Решение квадратных уравнений и неравенств Заменой модуль х равен t Третье. Когда модуль сравниваем с модулем либо приравниваем, получаем уравнение Если применяем знак неравенства, значит решаем неравенство Когда модуль сравниваем с выражением с переменной Когда уравнение или неравенство содержит несколько модулей И уравнение, содержащее знак модуля при наличии параметров вы можете потом рассмотреть самостоятельно Примеры уравнений есть в этой презентации Итак, рассмотрим решение уравнений и неравенств Когда модуль сравнивается с числом Когда модуль равен числу, то есть при решении уравнений нужно учесть, что если число отрицательно, то решений нет Если число равно нулю, то решение выполняется при условии что подмодульное выражение равно нулю И если число положительно, то тогда подмодульное выражение либо равно этому числу а, либо равно противоположному его значению При решении неравенств модуль меньше числа Если а меньше либо равно нулю, то в этом случае строгое неравенство решений не имеет Если а положительно, то тогда подмодульное выражение больше минус а или меньше а Вы знаете, что двойное неравенство равносильно в системе неравенств f от х больше минус а и f от х меньше а Если же мы с вами решаем неравенство модуль f от х больше либо равно а то имейте в виду, что если а у вас число неотрицательное Если а меньше либо равно нулю, то х любое число на области определения функции а больше нуля, тогда f от х меньше либо равно минус а или f от х больше либо равно а Рассмотрим решение следующих уравнений Когда модуль сравниваем с числом В первом случае подмодульное выражение равно единице или минус единице Я думаю, с решением линейных уравнений у вас проблем нет И вы с легкостью нашли эти корни Запишем их в ответе 1 и 2 Решение второго уравнения аналогично первому Когда подмодульное выражение равно самому числу или противоположному То есть 6 и минус 6 Получим квадратные уравнения Мне бы хотелось вас ознакомить со свойствами коэффициентов квадратного уравнения Которые упростят вам и помогут сэкономить время Обратите внимание Что коэффициенты Первого уравнения удовлетворяют второму условию Если а минус b плюс с равно нулю Или второй коэффициент равен сумме старшего и свободного члена То тогда Одним из корней обязательно является минус единица А второй корень равен минус с деленное на а Таким образом мы получим Решение первого уравнения Это минус 1 и 6 А решение второго легко можно получить Это 2 и 3 Таким образом Все эти четыре значения Являются решениями Второго уравнения Рассмотрим решение следующего уравнения Подмодульное выражение равно 2 Или подмодульное выражение равно минус 2 И пошагово Несколько раз будем применять этот прием Значит выражаем модуль Находим, что Следующее подмодульное выражение Может принимать значение 5 или 1 Тогда мы получаем совокупность уже 4 уравнений Упрощаем их Заметьте, что второе уравнение Совокупности не имеет решения Потому что модуль не может быть равен Отрицательному числу Тогда подмодульное выражение Х-1 Может быть равно 7 или минус 7 3 или минус 3 1 или минус 1 Отсюда находим Отсюда находим 6 корней Запишем их в ответе Минус 6, минус 2, 0, 2, 4 и 8 Предлагаю решить следующее уравнение Модуль трехчленной х квадрате минус 5х плюс 6 Равен модулю Х минус 3 Казалось бы, здесь модуль равен модулю Это не совсем подходит к нашему типу Но если вы подумаете хорошенько То вы заметите, что квадратный трехчлен Х квадрате минус 5х плюс 6 Можно представить в виде произведения Х минус 3 и х минус 2 Тогда по свойству модулей Модуль произведения равен Произведению модулей Мы можем расписать это произведение Перенесем модуль х минус 3 Из правой части в левую Поменяем знак И вынесем этот модуль за скобку Таким образом Разложим на множители И получим совокупность двух уравнений Того же типа Когда модуль равен числу Итак, модуль минус 3 равен 0 Или разность модуля х минус 2 и 1 равна 0 Откуда модуль х минус 2 равен 1 Первое уравнение совокупности Равносильно одному уравнению Когда подмодульное выражение равно 0 А второе уравнение равносильно 2 Когда подмодульное выражение равно 1 Или минус 1 Но здесь первое и второе уравнения Имеют один и тот же корень 3 Поэтому мы с вами получили два значения 1 и 3 Приступим к решению неравенств Когда модуль сравниваем с числом Например, модуль 5х минус 3 Меньше либо равен 4 Если рассуждать логически То можно записать Что подмодульное выражение Должно быть больше либо равно минус 4 Но меньше либо равно 4 Напомню, что двойное неравенство Можно также записать в виде системы неравенств Отсюда получим отрезок От минус 0,2 до 1,4 Можно решить другим способом Заменив данное неравенство Заменив данное неравенство Равносильным при возведении в квадрат И перенеся из правой части в левую 4 в квадрате Тогда в левой части у нас получается разность квадратов Разписываем ее И методом интервалов решаем И получаем тот же самый отрезок От минус 0,2 до 1,4 Которые необходимо записать в ответе Пишем следующее неравенство Модуль 3 минус 2х больше 1 Оно равносильно совокупности двух неравенств Когда подмодульное выражение Меньше чем минус 1 Или больше 1 Решая линейные неравенства Мы с вами получаем Минус 2х меньше минус 4 И минус 2х больше минус 2 Помните, что при делении неравенства На отрицательное число Знак неравенства нужно тоже поменять Тогда первое равносильно х больше 2 А второе х меньше 1 Тогда мы получаем Объединение интервалов От минус бесконечности до 1 И от 2 до плюс бесконечности Рассмотрим решение следующих неравенств Модуль дроби х минус 1 Деленая на х плюс 2 Больше либо равно 0 И 2 плюс квадратный корень из 3 минус х Все это под знаком модуля Больше либо равно минус 4 Как вы думаете, что общего у этих неравенств? Вы верно заметили, что неравенства Выполняются при любых значениях х Из области определения функции В первом случае, если мы рассматриваем функцию, равную подмодульному выражению Где х, любое число, кроме х, равное минус 2 И во втором случае f от х равно 2 плюс корень квадратный из 3 минус х Областью определения будет являться множество всех х В удовлетворяющих условиях, что подкоренное выражение должно быть неотрицательным Отсюда х меньше либо равно 3 Таким образом, решением первого уравнения Первого неравенства является Множество всех чисел, кроме минус 2 Можно записать в виде объединения интервалов И во втором случае мы получаем с вами луч От минус бесконечности до 3 Рассмотрим решение следующих неравенств Когда модуль дроби, числитель которого равен х плюс 3 А знаменатель х в квадрате минус 1 меньше 0 Модуль 2х минус 9 меньше либо равен минус 3 И модуль дроби в числителе х минус 3 В знаменателе квадратный корень из 16 минус х квадрате Меньше либо равен 0 Как вы уже заметили, неравенства а и b не имеют решения Потому что модуль не может быть отрицательным Или меньше либо равным отрицательному числу Неравенство b выполняется только при условии Что подмодульное выражение равно 0 Так как меньше 0 оно быть не может Поэтому решение уравнения и будет являться решением неравенства Обязательно нужно учесть область допустимых значений Подкоренное выражение в знаменателе должно быть Больше минус 4 или меньше 4 Дробь равна 0, когда числитель равен 0 То есть при х равном 3 Этот корень принадлежит области допустимых значений Поэтому записываем в ответе, что а и b решений не имеют А неравенство b имеет одно решение Х равное 3 Решим уравнение Х квадрате минус 2 модуля х минус 3 равно 0 Его можно решить двумя способами Первый основан на определении модуля Когда мы рассматриваем подмодульное выражение неотрицательно Тогда знак перед модулем не меняется И мы получим уравнение х квадрате минус 2х минус 3 равно 0 Если подмодульное выражение отрицательно То тогда модуль х будет равен минус х И квадратное уравнение примет вид х квадрате плюс 2х минус 3 равно 0 Решая совокупность этих двух систем Также можно применить свойства коэффициентов Мы получаем два значения 3 и минус 3 Второй способ Ведем к замену Пусть модуль х равен у Причем у больше 0 Тогда по свойству, что квадрат модуля равен квадрату подмодульного выражения Уравнение можно записать в виде у в квадрате минус 2у минус 3 равно 0 Найдем корни Можно также воспользоваться свойством коэффициентов квадратного уравнения Получим два значения Минус 1 и 3 Но по условию у у нас должен быть положительным Поэтому, возвращаясь к обратной замене Мы рассматриваем только уравнение Когда модуль х равен 3 Отсюда х равен 3 или минус 3 Эти же корни мы получили при решении первым способом Неравенство вида Ах квадрате плюс b умноженный на модуль х плюс c больше 0 Также можно решить с использованием определения модуля или введением новой переменной Решим следующее неравенство Квадрат разности х и минус 3 больше, чем модуль х минус 3 плюс 6 Не будем рассматривать решение первым способом Рассмотрим Более рациональный способ решения Это второй Когда мы вводим новую переменную Заменим модуль х минус 3 у, причем у больше либо равен 0 Тогда по свойству, что квадрат модуля равен квадрату подмодульного выражения Наше неравенство примет вид у в квадрате минус у минус 6 больше 0 Отсюда мы получим, что у меньше минус 2 или у больше 3 Учитывая, что у больше либо равно 0 решением неравенства является у больше 3 Вернемся к обратной замене Неравенство модуль х минус 3 больше 3 Оно равносильно совокупности Когда подмодульное выражение меньше минус 3 или подмодульное выражение больше 3 Тогда получим, что х меньше 0 или х больше 6 То есть решением заданного неравенства является объединение интервалов от минус бесконечности до 0 и от 6 до плюс бесконечности Рассмотрим решение уравнений и неравенств когда модуль равен модулю или модуль больше модуля Уравнение равносильно объединению уравнений когда подмодульное выражение равны или подмодульное выражение первого равно противоположному второму Второй способ Можно обе части уравнения возвести в квадрат Когда мы решаем неравенство Также мы можем обе части неравенства возвести в квадрат Рассмотрим решение следующего уравнения Модуль 2х минус 3 равен модулю 3х плюс 1 Итак, запишем Совокупность когда подмодульное выражение равно подмодульному выражению правой части или подмодульное выражение левой части равно противоположному подмодульному выражению правой части Отсюда находим два значения В следующем уравнении необходимо второй модуль перенести в правую часть. И тогда мы с вами получим уравнение модуль равен модулю. Можно его решить аналогично первому. И получим 3 корня. Рассмотрим решение неравенства. Модуль квадратного трехчлена х в квадрате плюс 4х плюс 2 меньше либо равен модулю разности 2х и х в квадрате. Возведем обе части неравенства в квадрат. Рассмотрим в левой части разность квадратов, меньше либо равен нулю. Разложим левую часть на множители. Тогда получим произведение х, суммы х и 2, и суммы х и 1, меньше либо равен нулю. Последнее неравенство верно, если х принадлежит лучу от минус бесконечности до минус 2 и отрезку от минус единицы до нуля. Запишем объединение этих промежутков в ответе. Рассмотрим решение уравнений и неравенств. Когда модуль сравниваем с выражением, содержащим переменную, при решении уравнения мы можем рассмотреть равносильную систему совокупности уравнений и обязательное условие, что g от х должно быть неотрицательным. При решении неравенств в первом случае оно может быть равносильно совокупности систем, основанной на определении модуля. или можно возвести обе части в квадрат, но при этом нужно учесть, что g от х больше либо равно нулю. Когда мы решаем неравенство модуля f от х больше g от х, мы можем записать равносильную совокупность систем, также основанную на определении модуля. если же g от х меньше нуля, то х – любое число на области определения функции f от х. Если g от х больше либо равно нулю, то мы рассматриваем систему и обязательным из условий является, что g от х больше либо равно нулю. Пишем уравнение, когда модуль равен 2х. Первый способ. Рассматривая подмодульное выражение, когда оно неотрицательно или отрицательно, мы получаем соответствующее уравнение. Откуда находим корни и проверяем, удовлетворяют ли они условию, когда подмодульное выражение больше либо равно нулю или меньше нуля. Таким образом, выбрав корни, в данном случае мы получаем с вами два решения. Можно решить вторым способом. Тогда подмодульное выражение можно приравнять 2х или подмодульное выражение приравнять минус 2х. Обязательно нужно учесть, что 2х должно быть неотрицательным. И это не отрицательным. Получим те же самые корни. Следующее уравнение можно привести к виду. Модуль f от х равно g от х. Для этого нам с вами нужно перенести х в квадрате плюс 3х в правую часть. При решении первого способа мы с вами должны использовать определение модуля. таким образом получаем 2х корня минус 3 и минус 1. При решении вторым способом мы получаем, что подмодульное выражение равно выражению справа или подмодульное выражение равно противоположному выражению записанного в правой части. И обязательно нужно учесть, что выражение правой части должно быть неотрицательным. Рассмотрим решение неравенства. когда модуль 2х минус 1 меньше либо равен 3х минус 5. Первый способ основан на использовании определения модуля. При решении вторым способом мы можем воспользоваться системой, когда f от х меньше g от х или f от х больше минус g от х. И получаем тот же самый луч от 4 до плюс бесконечность. Посмотрим решение следующего неравенства. Модуль разности квадратных корней из 1 плюс х и 1 минус х больше либо равно 1 минус квадратный корень из 1 минус х квадрата. Областью определения неравенства есть отрезок от минус 1 до 1, так как подкоренные выражения должны быть неотрицательными. Если правая часть неотрицательна, тогда неравенство верно при всех единицах. Если правая часть меньше либо равна 0, тогда неравенство верно при всех х, принадлежащих в области определения исходного неравенства. Отсюда х равен 0. если правая часть положительна, тогда х квадрате больше 0, верно, при х не равном 0 и х, принадлежащем отрезку от минус 1 до 1. Возведем обе части неравенства в квадрат. Тогда получим следующее неравенство. Откуда х в квадрате больше либо равно 0. 0. Таким образом получаем, что х должно принадлежать объединению промежутков от минус 1 до 0, включая минус 1, и от 0 до 1, включая 1. учитывая, что первое решение это х равное 0, в объединении с последним получаем отрезок от минус 1 до 1. Решение уравнений и неравенств содержащих несколько модулей основано на определении модуля числа. В этом случае необходимо найти область определения нулей и точки разрыва, разбивающую общую область определений функций f1 от x, f2 от x и так далее fn от x на промежутке, в каждом из которых каждая из функций сохраняет свой знак. Далее используем определение модуля для каждой из найденных областей и получим уравнение или неравенство, подлежащее решению на рассматриваемом промежутке. Решим следующее уравнение. 2 умноженное на модуль x-2 минус 3 умноженное на x плюс 4 равно единице. Нули подмодульных выражений это числа 2 и минус 4. Они разбивают числовую прямую на промежутке x меньше минус 4, x больше либо равно минус 4, но меньше 2 и x больше либо равно 2. Нам необходимо определить знаки подмодульных выражений на каждом из промежутков и записать соответствующую совокупность систем. Рассматриваем, какое мы получили уравнение на каждом из промежутков. решив уравнение мы должны с вами определить удовлетворяет ли они условию, что x меньше минус 4, x больше либо равно минус 4 на 2 или x больше либо равно 2. Выбираем соответствующие корни и записываем их в ответе. Следующее уравнение также основано на определении модуля, но здесь нужно обратить внимание, что знаменатель не должен быть равен 0. Рассматриваем решение на промежутках. Обратите внимание, что x может быть равен только 1. Он не должен быть равен 3 и 6. записываем соответствующие уравнения на каждом из интервалов. Я думаю, вам не составит труда решить их. Но решением в данном случае будет являться не конкретное число, а множество решений. Это объединение промежутков от 1 до 3, включая 1, и от 3 до 6. Решение следующего неравенства по такому же алгоритму. аналитический метод решения уравнений содержащих переменную под знаком модуля с параметрами я вам предлагаю рассмотреть самостоятельно. неравенство мы с вами рассмотрели понятие равносильные уравнений и неравенства ознакомились с решениями уравнений неравенств содержащих переменную под знаком модуля предлагаю ознакомиться со следующей литературой которая вам поможет в решении уравнений и неравенств все материалы этого урока вы можете найти на сайте model.niz eduki.z спасибо за внимание субтитры